Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам прогуляться по Риму. Эти римские зарисовки я снимала или до экскурсии, или после экскурсии. Каждый день я уделяла по несколько минут на съемки. И в этот раз у меня получилось достаточно длинное видео, которое я предлагаю вам посмотреть. Я помню о вас, дорогие мои, кто не может приехать в Рим. И поэтому между работой у меня рождаются такие атмосферные римские зарисовки. Мне всегда очень интересно рассматривать туристов. Смотреть на их эмоции, когда они гуляют по Риму, сидят за столом или просто отдыхают. В этих эмоциях можно понять, что человек чувствует городу, в который мечтал приехать. С помощью моих римских зарисовок вы, дорогие мои, прогуляетесь сегодня по району Трастевери, по одному из самых колоритных районов Рима. Я покажу вам Испанскую площадь в утренние часы, когда мало туристов, и во второй половине дня, когда на одной из главных площадей Рима собираются столько туристов, что бывает очень трудно передвигаться по площади и подойти к фонтану. Сейчас вновь туристы сидят на лестнице и греются на солнышке, что опять затрудняет движение, когда хочешь спуститься по лестнице. Пройдем по пляце Делла Рутонда, круглой площади, которая находится перед пантеоном. Покажу вам сегодня, как со дна фонтана Треви собирают монетки, которые туристы бросают в фонтан. Вроде бы обычная процедура, но все равно интересно посмотреть, как это происходит. Одним словом, дорогие друзья, вас ждет сегодня увлекательная и атмосферная прогулка по Риму. Взамен на это видео я буду ждать от вас лайки, комментарии, и что вы поделитесь этим видео с друзьями. Дайте возможности им погулять по прекрасным улицам Рима. Хочется добавить, что все это я делаю с большой любовью к великому городу, но, думаю, вы и так понимаете, по-другому и быть не может, а иначе не было бы и этого канала. Несмотря на то, что у меня сейчас очень мало времени на большие информативные видео, которые я делала раньше для вас, я продолжаю открывать новые места и разгадывать тайны Рима, которыми я делюсь уже на экскурсиях по городу. Я уже составила и доработала много новых маршрутов, в которые входят места нетуристического Рима. Так что буду вас удивлять новыми местами, легендами и историями. Ведь в Риме было столько исторических событий, что и жизни не хватит рассказать обо всем. Рима. Рим. Рим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот эти небольшие зарисовки у пантеона мне запомнятся навсегда Я назначила место встречи и экскурсии на площади Навона у фонтана Нептуна Проходит 30 минут, а на место встречи так и никто не пришел Я написала сообщение, что жду еще 10 минут и ухожу Проходит 10 минут и я отправилась в сторону пантеона Начала снимать эти небольшие зарисовки И тут выясняется, что мы обе стояли на площади Навона, но у разных фонтанов Потом мы, конечно, встретились с Надеждой, долго смеялись над этой ситуацией А потом пошли гулять по неизведанным местам Рима Про каждую встречу с вами, про каждую прогулку можно уже писать мемуары В каждой встрече было что-то курьезное и интересное Субтитры делал DimaTorzok 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 Одним из самых известных и романтических мест Рима, безусловно, является фонтан Треви На маленькую площадь между домов стекается большое количество туристов, чтобы полюбоваться вблизи настоящим произведением искусства Этот фонтан был создан во второй половине XVIII века, автором которого является Никола Сальви За время существования фонтана придумано много легенд Одна из этих легенд гласит о том, что если вы бросите монету правой рукой через левое плечо, то обязательно вернетесь в Рим И желающих вернуться в Рим, как видите, очень много Приходится чистить фонтан несколько раз в неделю А в высокий сезон операция по чистке фонтана проходит почти каждый день Здесь евро, доллары, рубли, иены Каждый день на дно фонтана Треви падает тысяча монеток Процедура сбора монет проходит рано утром Фонтан огораживают и закрывают для посещения Специальными приспособлениями собирают монеты А потом через гидронасос они попадают в емкость Наверное, не все знают, что эти монеты зачастую простой жест для большинства На самом деле являются большой помощью для самых нуждающихся Все собранные деньги идут на благотворительность Они помогают обездоленным, больным и бездомным Они помогают обезьянным, больным и бездомным Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Пока я утром снимаю для вас видео зарисовки, успеваю замерзнуть. Вроде бы апрель месяц, а утром в Риме всего 4 градуса. В таких случаях, когда я уж совсем сильно замерзаю, я захожу в римские церкви, попав в которые, всегда хочется что-то рассмотреть, каждую ее деталь. И вы, дорогие мои, не проходите мимо римских церквей, они великолепны. Люблю я утренний рим в деталях. Кто-то убирается в квартире, а кому-то курьер уже принес доставку цветов. Испанская площадь, 9 часов утра. Туристы потихоньку просыпаются. В конце видео вам покажу эту же площадь, но уже во второй половине дня. Музыка 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 Камбазак Музыка Музыка Продолжение следует... 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 Мы бросили монетку, чтобы зазвучала музыка органа. Послушайте, какая прекрасная музыка. Алла Пашкевич, если вы сейчас смотрите это видео, то в эту церковь я специально зашла для вас. Это церковь Святого Альфонса. Здесь находится образ Богоматери неистовой помощи. Народное предание гласит, что в 15 веке икону украл купец в церкви на острове Крит. Он попытался перевезти ее в Рим, но во время путешествия корабль потерпел кораблекрушение. Несмотря на кораблекрушение, все обитатели были спасены. Это было истолковано как чудо. Люди были спасены благодаря образу Богоматери, который находился на корабле. Купец хранил образ дома и перед смертью попросил друга перенести его обратно в церковь. Друг, однако, не выполнил волю умершего и хранил образ дома. После смерти друга купца Мария явилась во сне его дочери и попросила отнести ее в церковь между базиликой Санта-Мария-Маджоры и Сан-Джованни-Ин-Латерана, где сейчас она и находится. В этот день мы побывали и в церкви Санта-Мария-Маджоры и Сан-Джованни-Ин-Латерана, Санта-Мария-Маджоры и Санта-Мария-Маджоры. Санта-Мария-Маджоры. Принесена верночка. Санта-Мария-Маджора. Водопад. Санта-Мария-Маджоры. После церквей мы заходили в лавки, продуктовые магазины и еще долго-долго гуляли. И заканчиваем мы нашу небольшую прогулку по Риме на площади Испании. А я на этом буду прощаться с вами. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. До новых видео и до новых встреч в вечном городе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok